Всем привет! В сегодняшнем видео вместе с вами будем тестировать подводку для глаз от Pupa. Давайте приступим! Это не простая подводка, а подводка с роликовым аппликатором. Я не знаю, слышали ли вы о подводке от Mac, которая первой вышла и там было такое колесико. Здесь, я так понимаю, похожая штучка. Я никогда не пробовала, но слышала, что на самом деле это не очень работает. Но посмотрим и испытаем. На самом сайте Pupa обещают нам быстрое и выверенное нанесение. Говорят о том, что с помощью этого аппликатора у нас будут суперчеткие линии. Также обещают насыщенный черный цвет. Подводка существует только в одном оттенке 001 Extra Black. Также производитель говорит нам о том, что эта подводка идеально подойдет, если у вас небольшой опыт нанесения стрелок. Честно, я не представляю, как это работает. Мне кажется, с колесиком, наверное, сложнее, чем с обычной щеточкой. Но они считают, очевидно, по-другому. Также в составе нет парабенов, но я сразу заметила, что на втором месте ингредиент это спирт. Я вообще настороженно отношусь к продуктам Pupa. Мне кажется, они всегда немножко выше цена их в среднем, а качество не совсем соответствует этой цене. Но посмотрим, может быть, этот продукт поменяет мои впечатления в целом от марки. И выглядит следующим образом. Достаточно удобный колпачок за счет того, что здесь есть такие углубления, что ли, чтобы можно было придерживать пальчиком. Ну и вот наше маленькое колесико. Ну а теперь попробуем нанести его на глаза. Для начала я подкручу ресницы. Совсем забыла, что подводку нужно хорошенько встряхнуть. Меня больше всего смущает, смогу ли я сделать стрелочку в конце с помощью вот этого аппликатора, такого странного. Ну, посмотрим. Честно говоря, пока мне не очень удобно. Не получается у меня сделать четкую стрелку, четкую линию. Так, но, боюсь, лучше я уже не сделаю. Сейчас попробуем стрелочку. Так, видимо, уже подсов. В общем, как-то так. Честно, я не в большом восторге. Я сейчас чуть-чуть приближе покажу вам, насколько она неровно у меня получилась. Хотя я, честно, старалась. Видите, сколько таких бугорочков поверх. То есть она сама по себе неровно выглядит. Сейчас попробую на второй стороне. Может, я уже поднатолела, и у меня получится лучше. А не могу сказать, что сильно лучше. А еще на этом глазу я ощущаю прям подводку. То есть она как будто бы... Как будто у меня на коже клей, знаете, такое ощущение. Мне очень приятно. Стрелочки рисовать вот этим аппликатором неудобно. Вот мой макияж со стрелками с подводкой от Пупа закончен. Не могу сказать, чтобы я очень довольна этой подводкой. Но посмотрим, как долго она будет держаться на моих глазах. Уйдет ли это ощущение клея на коже. Подводка от Пупа действительно более черная, чем моя любимая подводка от NYX. Но при этом, возможно, не будет заметно, кожа уже немножко потрескалась. Давайте посмотрим, насколько хорошо они будут обе держаться. Мне кажется, обе неплохо выдержали испытания. Обе подводки матовые. Но, конечно, Пупа цвет более такой насыщенный черный. Но нанесение мне действительно не очень понравилось. Конечно, в итоге проверим, как оно все будет выглядеть в конце дня. У нас сейчас без 22, я, как обычно, буду ходить с подводкой целый день. Покажу вам через пару часов. И в конце дня, и в конце дня также поделюсь своими финальными впечатлениями. Так что давайте начнем. Всем добрый вечер. У нас сейчас уже почти полночь. И я думаю, что я провела очень хорошее испытание подводки для глаз от Пупа. И готова поделиться с вами своими финальными впечатлениями. Ну что ж, я точно могу сказать, что подводка отлично продержалась на моих глазах. Даже спустя так много времени. Я сегодня днем поспавла. И как минимум несколько раз у меня слезились глаза. И подводка до сих пор на месте. И выглядит, как будто бы она вообще практически не стерлась, не осыпалась, не размазалась. И это хорошо. Что плохо, так это роликовый аппликатор. Мне действительно не понравилось им пользоваться. Мне не нравится, как выглядит моя стрелка. Хотя это далеко не мой первый раз. Я, мне кажется, достаточно неплохо могу рисовать стрелки. Но не с этим аппликатором. Это что-то ужасное. Просто неровное, неудобное. И стрелочка не выглядит какой-то четкой. И просто как-то несподручно. Хотя бы уже поэтому я не буду рекомендовать никому эту подводку. В том числе. И, наверное, кому-нибудь ее передам. Может быть, она найдет дом лучше, чем мой. Но вот если сравнить подводку от пупа, которая была наверху, и от микс, которая внизу, как видите, пупа, быстрее стерлась. Я, конечно, сегодня несколько раз много раз мыла руки. Но вот как они выглядят сейчас. Что хорошо у этой подводки, так это ее цвет насыщенный, черный и матовый. Ощущение пленочки, в принципе, прошло через некоторое время. Либо я просто привыкла и перестала замечать. Но аппликатор. Не могу простить. Ну, у меня на сегодня все. Расскажите, какая ваша любимая подводка? Пользуясь ли вы этой подводкой? Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Не забудьте подписаться. И до скорых встреч. Пока.